Уже восемь китайских банков были замечены в блокировке российских платежей. Сообщается, что сделать перевод в Китай невозможно уже даже в юанях. Не спасают даже национальные системы платежей. Причина – риск попасть под вторичные санкции. Давление на китайский финансовый сектор усилилось после декабрьского указа Джо Байдена. Согласно ему, если какой-то иностранный банк заподозрят в сделках по поставкам товаров и услуг российскому ВПК, его могут отрезать от финансовой системы США. Источник ДВ, предприниматель, работающий с Китаем, на условиях анонимности сообщил. «В данный конкретный момент платежи стоят. Но это не значит, что проблема не решается. Мы в онлайн-режиме с коллегами обсуждаем и делимся информацией». А в Кремле происходящее назвали, цитата, «беспрецедентным давлением со стороны США и Евросоюза на Китайскую Народную Республику». «Это, разумеется, создаёт определённые проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений. Благодаря особому характеру наших взаимоотношений мы имеем необходимый потенциал для того, чтобы эти затруднения преодолевать». Китаист Алексей Чагадаев считает, что в Китае пока нет единой политики в отношении этого вопроса. Поэтому каждый банк действует на своё усмотрение. И хотя поставки ресурсов в КНР эти меры вряд ли существенно ограничат, для малого и среднего бизнеса они будут означать значительные неудобства. «Потому что всё, что мы сейчас видим на полках российских магазинов, а это мобильные телефоны, это мебель, это одежда, это товары широкого потребления. Вот всё это привезено малым и средним бизнесом. И проблемы, в первую очередь, возникают у него. То есть, опять же, санкции бьют немного не туда. Удобрения как шли, так и идут. Нефть как шла, так и идёт. Газ как шёл, так и идёт». К проблемам с платежами готовятся не только в Китае, но и в странах, популярных среди российских релакантов. На этой неделе стало известно, что карты МИР скоро могут перестать принимать в Армении. В 2022 году туда уехали около 110 тысяч россиян. И по данным Национального статистического комитета Армении, они обеспечили около трёхпроцентных пунктов в приросте ВВП страны. В начале этого года также сообщалось, что из-за угрозы вторичных санкций закрывать счета российских граждан начали турецкие банки. Теперь США и Турция выработали механизм, где Вашингтон передаёт Анкаре информацию о потенциальных подсанкционных компаниях, а турецкие власти проводят расследование. По схожим причинам, с начала года от работы с российскими компаниями и частными лицами начали отказываться банки Объединённых Арабских Эмиратов. Аналитик Александра Прокопенко при этом считает, что происходящее следует рассматривать скорее как перестройку транзакционных цепочек. «Они не сворачивают сотрудничество с Россией. Просто одни банки закрывают счета, но другие банки открывают. То есть происходит просто некоторая пересборка. Из-за этого происходят проволочки, связанные с оплатой». Более того, эксперт уверен, что в России подготовка к изменениям в расчётах уже идёт. «В Москве в целом все готовятся к худшему и прорабатывают варианты от худших к ещё более худшим. И в этом смысле просто та скорость, в которой пересобираются цепочки, говорит о том, что варианты, что банки первой линии перестанут обслуживать российских контрагентов, в общем, был уже на столе некоторое время назад. В целом, выстраивание всей вот этой вот инфраструктуры альтернативной после окончания войны, ведь она останется и никуда не денется, и будет работать и служить каким-то другим целям. Меня больше беспокоит вот этот вопрос». Между тем, риск оказаться под санкциями отталкивает партнёров и в энергетическом секторе. В Индии ранее отказались от закупок нефти марки «Сокол», а теперь крупная компания Reliance Industries перестала принимать поставки с танкеров Совкомфлота. А ведь с начала войны в Украине Индия стала одним из крупнейших потребителей российской нефти. 40% всех морских поставок Юрлс шли к её берегам. Трейдеры сообщают, что танкеры Совкомфлота, попавшие под санкции США в феврале, вероятно, будут перенаправлены в Китай. Для России это означает ещё большую зависимость от КНР.